продолжим до значит прошлый раз мы с вами удивлялись тем узором который по поводу того стоит ли какая-то вещь равна ли какая-то вещь своей стоимости или не равна своей стоимости на то есть ну и в общем из общих соображений понятно что не каждая вещь равна в каком смысле своей быть и объективной стоимости это может для кого-то при определенных обстоятельствах какая-то вещь может стоить больше чем ее объективная стоимость ну и мы говорили как бы о тех случаях когда как мы видели сравнивается кедушин либо с приобретением раба либо с выкупом сына ну и говорили вот об этих самых переходах до из границ профанного границы сакрального выход с ту сторону или наоборот выкуп например первенца да это переход из статуса наоборот статус профанны с рабом вроде бы это наоборот если раб находится у еврея потом выходит из этого рабства где он должен был соблюдать какое-то количество заповедей и так далее но это все остается у нас в предыдущей судье и гемара начинает в каком смысле новую тему в этом смысле совершенно верно говорит нам переводчик гемара начинает новую тему то есть в каком смысле новую она не совсем новая по-прежнему мы находимся в рамках обсуждения темы того каким образом каковы процедуры или каковы механизмы освещение женщины если это освещение осуществляется с помощью денег и вот проверка этих механизмов она как бы по-прежнему продолжается хотя теперь речь заходит и о чем-то другом амар раби лазар сказал раби лазар человек дает женщине один динар а говорит ей будь посвящена мне при помощи сотни сотни динаров имеется ввиду а дает один и и с точки зрения раби лазара она посвящена вы я шли но он должен ей доплатить до сотни то есть он должен выплатить как бы всю сумму всю сотню но ее посвящение как бы да ее связь с этим мужчиной она возникает в тот момент когда он дает ей первый динар из этой самой сотни динаров ну в общем можно было бы это понять да то есть у нас речь идет о чем речь идет о давании растянутом во время так получается да то есть он означает определенную сумму начинает давать эту сумму и может возникнуть вопрос когда собственно говоря происходит посвящение тогда когда он отдает всю сумму то есть в конце или тогда когда он дает начинает давать да то есть в самом начале то есть по сути дела рассматривается что рассматривается вот этот самый процесс теперь что делает там да он как бы удлиняет процесс давания мы то думали вот вручил что то и все а если это вручение растягивается во время то что с этим происходит ну и мы видим да что собственно говоря с первым динаром по мнению раби Элязара женщина является посвященной в чем смысл этого он говорит так что коль скоро он обещал сотню дал ей один но на самом деле в таком случае мы рассматриваем его так как будто бы он сказал есть что будь моей женой при условии что я тебе дам сотню и вот начал давать и тогда получается что процесс этот уже как бы начался этот процесс идет и если условия выполнена то она на самом деле является его женой в самом начале ну и Талму приводит высказывание некого Рава Гуны который со слов Рава говорил КОЛЯУМЕР АЛЬНАД КОЛЯУМЕР АЛЬНАД КОЛЯУМЕР МЕАХ ШАВДАМУ всякий человек который говорит при условии чего-то да на самом деле когда человек говорит при условии то это означает что имеется в виду вот сейчас то есть если я говорю там давай вот эта корова будет моей при условии что я тебе выплачу сотню сотню я имею в виду что эта корова должна стать моей вот прямо сейчас да условия я выполню и там тебе сотню по крайней мере это то что подразумевает дающий ну и по-видимому это то что подразумевает принимающий вот это их согласие под подающего и принимающего которые Талмут интерпретирует таким образом да в соответствии с вот этим самым языком и позволяет Раби и Лазару сказать что посвящение произошло в самом начале я сделал небольшое отступление да потому что как бы можно предвидеть эти вопросы вы можете их задать может не задать периодически вы задаете эти вопросы почему Талмут рассуждает вот каким-то таким странным образом в чем здесь странность странность в том что ведь на самом деле можно как бы выяснить а что ты имел в виду спросить человека да а что ты имел в виду или спросить женщину а ты вот как собственно говоря что ты подразумевала так вот все рассуждения Талмуда насчет любого на самом деле закона не обязательно закона посвящения женщин они связаны с тем что Талмут как бы отвлекается вот не принимает в каком-то смысле в расчет каждый раз спрашивание того кто совершил то или иное действие это действие оно оценивается со стороны как бы объективно да то есть мы предположим что мы не знаем что имел в виду человек но мы исходя из его слов исходя из контекста определяем что он подразумевал да то есть это в каком смысле такой вот юридический взгляд на ситуацию когда я не обязан и не должен вникать в так сказать в субъективные размышления или в субъективные мысли и намерения того или иного действующего лица я должен исходя из вот той ситуации тех слов которые были произнесены решить вопрос независимо от человека ну вот или пишет мир не ответит человеку что он имел в виду совершенно верно да то есть что он имел в виду и не только мир не ответит может быть и сам человек не ответит да или это тоже от многого зависит поэтому чтобы как бы избавиться от допытывания что же каждый раз кто имел в виду талмуд рассуждает о определенных словесных формулах в определенных ситуациях да и эти словесные формулы каким-то образом квалифицируют ну например вот квалификация что любой человек который говорит при условии он подразумевает что это условие начинает выполняться сразу да то есть с того момента когда он произнес опять же это мы могли бы сказать да что статистически это может быть и неверно давайте проверим того человека спросим что он имел в виду этого человека спросим но как я уже сказал талмуд абстрагируется вот этого да и рассуждает о самих вот этих ситуациях как бы абстрактно да то есть мы судим о том что должен был иметь человек в виду а не то что он имел в виду на самом деле да и мы квалифицируем это определенным образом то есть это нужно иметь в виду потому что иначе когда мы читаем вот такого рода тексты то у нас они могут вызывать удивление раздражение до умения а почему откуда они взяли это и так далее они взяли это как бы скорее как некий способ да способ рассуждения о решении тех или иных вопросов независимых то есть это решение не должно зависеть от того или иного субъективного мнения каждого из действующих лиц ну хорошо значит это мы поняли с точки зрения точку зрения точку зрения раби и лазара мы поняли гемара возражает да мейтеви возражает как обычно приводя какую-то барайту да приводится барайта которая противоречит тому что было сказано и в этой барайте говорится следующее человек говорит ей женщине будь посвящена мне за сотню и начинает отчитывать начинает отчитывать вот один динар второй динар третий и так далее и в этой барайте говорится что в принципе и мужчина и женщина в любой момент может отказаться сказать не 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 что там мне все это дело не нравится до свидания я ухожу никакого тедушина здесь не будет и мужчина и женщина может это произнести вплоть до последнего динара то есть это барад совершенно противоположную вещь опять же процесс растянуты во времени первая барайта говорит на самом деле если процесс начался то собственно говоря произошел акт тедушина естественно с условием что процесс должен закончиться а вторая барайта говорит нет у нас есть процесс пока процесс не закончен нет никакого тедушина то есть именно завершение процесса передачи и является тем, что квалифицирует данную сделку, условно так ее назовем, осуществленную. Ну, противоречия, одна барайта так, другая барайта эдак. Теперь, как обычно, Гемара пытается решить это самое противоречие, и решение противоречия, как правило, оно связано с чем? Оно связано с проявлением каких-то дополнительных условий, которые как бы не сталкивают лбом эти две позиции, а говорят о каких-то превходящих обстоятельствах, которые это противоречие могут снять. Хотя сама по себе постановка вопроса, она красивая, то есть сделка начинается, то есть сделка считается решенной с началом процесса или она требует окончания процесса. И у нас есть две точки зрения, которые вроде бы противоречат друг другу, но с другой стороны говорят о том, что возможно и так, а может быть и так. Но так это не остается, это не остается простым столкновением и простым противоречием, а Талмуд решает это определенным образом. Гаха бемаяски, то есть в последнем случае, когда человек отсчитывает вот эти самые генеры, на самом деле этот случай рассматривается как? То есть Талмуд говорит, здесь есть разница. В первом случае он сказал бемане просто, вот этой сотне, я хочу тебя посвятить. Сотне я начал давать. А второй он говорит именно вот этой сотне. Первый раз он не говорил про сотню конкретную, а второй раз он вроде бы назвал конкретную сотню. Если он назвал конкретную сотню, это конкретная сотня, вот она выложена в качестве ста динаров, и он их отчитывает. Тогда получается, что это конкретная сотня, только она, когда она исчерпана, эта конкретная сотня, тогда, собственно говоря, процесс является произошедшим. А если он ей просто говорит за сотню, то он не говорит вот эту именно конкретную сотню. Вот он ей дал динар, а затем, не знаю, может выписать чек 99 или еще каким-то образом. То есть важно то, что она согласилась за сотню быть его посвященной. И получается, что Талмуд, видите, на очень маленьком нюансе играет. Одно дело, когда он говорит именно эта сотня, и другое дело, когда он говорит вообще абстрактную сотню. Если абстрактная сотня, то тогда на самом деле процесс, в общем, свершен тогда, когда он начал выдавать. А если он говорит про конкретную сотню, то процесс считается завершенным, только тогда, когда он выдал ей всю хубу. Ну, хорошо, вроде бы неплохое объяснение, но Талмуд это объяснение отвергает. А именно Талмуд приводит в другую часть барайты. Ну, то есть на основании того, что в конце барайты сказано при помощи вот этой сотни, когда он держит сотню как бы в руке, вот эти сто монет, а начало барайты при помощи просто сотни. Ну, вроде бы мы так и поняли, да? То есть это не то, что таким образом отвергается это объяснение. Наоборот, скорее нам поясняют. Единственное что, что если мы говорим о том, что это две части одной барайты, тогда довольно странно, да, что вначале говорится просто так, сто сотню, а в конце говорится это сотню. И поэтому, на самом деле, возникает вопрос, это две разных барайты или это одна барайта. Если это две разных барайты, тогда нам нужно продолжение одной из барайт прочитать. И вот нам геморрой приводит это к концовку, да. Декататаны сейфа. То есть нам говорится следующее. Нам говорится, что в конце второй барайты. Вторая барайта это про что? Про то, что он отчитывает. Вот он считает и говорится, что каждый из них может как бы отвергнуть эту сделку в любой момент, пока он не дал последний динар. А концовка, концовка этой барайты, как раз в ней, в концовке упоминается именно Баймане-Зо. То есть в первой части барайты там было просто Мане, а здесь Мане-Зо, эта сотня. И вот в конце этой барайты говорится следующее, что если он сказал ей, вот этой сотне ты будешь мне посвящена, и выяснилось, что эта сотня, в этой сотне не хватает какого-то одного динара, или этот динар, который должен быть серебряным, он оказался медным, то она не накудышит. То есть концовка барайты, где вроде бы сам словесный акт содержит в себе указания именно на эту сотню, говорит о том, что если процесс не совершен до конца или совершен не так, как нужно, вот если, например, медный, да, там затесался среди этих динаров один медный динар, то она не накудышит. А есть еще кусочек этой барайты, да, динара, а если попался какой-то плохой динар, не медный динар, а просто плохой динар, ущербный, как здесь это переводят, да, тогда она мыкудышит, выяхлив, она мыкудышит, да, то есть мы могли бы опять же удивиться, немножко странно, то есть если попался медный динар, то не годится, а если попался плохой динар, ущербный динар, да, то есть серебряный, например, где не видно герба или что-то в этом роде, да, то есть то, что должно быть, он должен просто заменить этот динар, но все нормально, она мыкудышит. Это вторая часть барайты как раз рассказывает нам о вот этом завершенном процессе сделки, где он выдает ей полностью все эти самые сто динаров и так далее. Но ведь в начале этой второй барайты, да, еще раз мы прочитаем, там ведь сказано просто бы манэ. Манэ, собственно, само слово манэ означает сотню, а кроме того, есть глагол манэ, звучат они очень похоже, да, манэ – это считающий, вот он считает и отчитывает ей динар за динаром, и пока не даст до конца ничего не происходит. Значит, дальше, что Гемара говорит следующее. То есть давайте не будем считать, что у нас есть различие между началом барайты и концовкой барайты, да, и что есть разница, сказал ли он этой сотне или сказал он просто сотне. На самом деле, возможно, что барайти имеется в виду просто манэ, да, манэ. И завершение барайты нужно понимать следующим образом. В первой части барайты учим так. Если кто-то из них хочет сделку прекратить, то, пожалуйста, каждый из них может. Даже когда у мужчины, значит, остается хотя бы один динар. То есть когда он сказал ей именно при, я тебя посвящаю при помощи вот этой сотни. И оказалось, что в сотне не хватает одного динара или один динар медный, и тогда женщина не посвящена. И так объясняется начало барайты о том, что пока не переданы все динары, женщина все еще не посвящена, и любой из участников соглашения может передумать. То есть, по сути дела, мы можем рассматривать первую и вторую часть барайты как некую связную, связанную высказанную, да, то есть поскольку каждый из них может вернуться, и если, естественно, если каждый может вернуться вплоть до последнего динара, если последний динар или один из динаров оказался не такой, как нужно, то, значит, никакого посвящения не произошло. И такое понимание, в общем, вполне логично. То есть нам теперь Талмук говорит, что если ты подумаешь, что давайте повернемся к первому прочтению, да, барайты, когда говорится просто манэ, а в концовке говорится бы манэ зо, то, в общем, это получается неким излишеством, да, то есть коль скоро бы манэ зо, когда он говорит, не происходит кедушин, то бы манэ стан, тем более не происходит кедушин, да, то есть или наоборот, точнее, да, то есть если бы манэ просто, когда он говорит просто сотни, там каждый из них может вернуться, то понятно, что манэ зо тем более. И тогда это получается как бы, ну, в каком смысле излишним подчеркиванием одного и того же, то есть это одна и та же мысль как бы. Ну, и одна и та же мысль не может быть, и поэтому вот такое прочтение, да, прочтение, когда я читаю барайту как сплошной текст, а не как две части, является более-менее адекватным. Но и тут Талмуд проявляет как бы изворотливость определенную, да, и говорит, что нет. Ими шумга, но ирья. Если так, то нет здесь доказательств. Ведь можно сказать, что первая часть имеет в виду просто сотню, и даже в таком случае женщина не посвящена, пока не получила все сто. А что касается второй части, где говорится про эту сотню конкретно, то, да, тогда там, значит, все динары должны быть такими, что это действительно будет сто, а не девяносто девять. Вы Тана из Сейфа, алигилуи Рейша. И барайта как бы учится для чего? Тана учит Сейфу, то есть концовку барайты, для того, чтобы прояснить вот это самое начало. Начало, где говорится просто про сотню. Но кроме всего прочего, если начало говорится просто про сотню, то у нас, как мы помним, есть противоречие с самой первой барайты, то есть со словами Раби Эль Азара. Если мы говорим, что вторая барайта вся целиком говорит об этой сотне, а Раби Эль Азар говорит про просто сотню, тогда все нормально, когда нет противоречия между этими двумя барайтами. А если я говорю, что вторая барайта имеет тоже различие, то есть вначале говорится про просто сотню, а во второй про именно эту сотню, то тогда у нас мы вернемся к противоречию с Раби Эль Азаром. Ну хорошо, и что нам говорят? То есть вторая часть барайты является не лишней. Почему? Потому что ты мог бы сказать, что начало говорит о посвящении на конкретной сотне, только в таком случае женщина не посвящена, пока не получит всю сотню. А если бы была просто сотня, то тогда она была бы посвящена. Но нет, чтобы ты так не сказал, тогда учитель этой барайты говорит, то есть Танай говорит про конкретную сотню, которая как бы лишает меня от возможности сказать, что бы манэстам, то есть просто с помощью сотни, действительно женщина является посвященна. Михлальды Рейша бы манэстам. И отсюда мы делаем, что начало этой барайты все-таки бы манэстам. И несмотря на это все равно кедушат не осуществляется. Видите, да, довольно сложная у нас включилась структура. Я еще раз ее грубо воспроизведу. То есть у нас есть высказывание Раби Лазара, у нас есть высказывание второй барайты, которая состоит из двух частей. Раби Лазар говорит, что начал давать ей первый динар, и она уже кудешит, то есть она уже посвящена. А барайта, который привел к Талму, вроде бы говорит о полностью противоположном, что каждый из них может, в принципе, отменить сделку вплоть до последнего динар. Попытка решить эту проблему была какой? Попытка была такой, что я слова Раби Лазара понимаю, как слова о просто сотне, как мы говорили. Я тебя хочу посвятить сотне. Хорошо, вот тебе первый динам, эту сотню там восполняется каким-либо образом. Или совершенно другое дело, когда я говорю вот этой сотне. Этой сотне – это совсем иной случай, потому что здесь есть указание на нечто конкретное. То есть это в каком смысле у нас от абстрактной цены мы переходим к чему-то вполне конкретному. Вот она, эта сотня, она у него в руке. Он говорит, именно вот эта сотня и есть. И вот он начинает ее рассчитывать, пока она не закончилась, значит, она немыкуда шла. И это было бы все хорошо, но немножко мешает то, что в концовке, как раз говорится, этой сотне. А в концовке какая? Концовка такая, что если не хватило одного динара или если он медный какой-то один динар, то есть если получилось 99, то кедушин не происходит, она не посвящена. И вот Гемара вот этими долгими движениями такими на нас, то туда, то сюда, пыталась выяснить все-таки, каким образом нам следует понимать эту вторую барайту. То есть нужно ли понимать, что обе ее части говорят про конкретную сотню, или все-таки первая часть говорит про просто сотню, а вторая про конкретную сотню. Как мы видим, после пинг-понга определенного, мы пришли к выводу, что все-таки первая часть говорит просто о сотне, а не о конкретной сотне. И тогда мы возвращаемся к тому противоречию, которая была в самом начале. Ну вот переводчик здесь, цитируя Раши, говорит, а так барайту можно объяснить двумя способами. Согласно первому, в обеих ее частях говорится об этой сотне, и поэтому любой может передумать, и тогда нет никакого противоречия с Абелязаром. Но если мужчина скажет просто о сотне, а даст всего один динар, женщина посвящена сразу. И это то, о чем говорил Абелязар. Все нормально. А второй возможный способ прочтения, это начало говорит просто о сотне, о предложении об этой сотне. В обоих случаях можно отказаться, пока не получена вся сотня. И это противоречит как раз мнению Раби Абелязару. Вот, собственно говоря, то, что нам предложил в данном случае Талмуд. Значит, два слова по поводу вот таких фигур в Талмуде, да, то есть, ну, хорошо, и зачем? То есть, в итоге получается, что мы в неком все-таки остались в подвешенном состоянии, правда? То есть, если бы нам сняли противоречие, ну, хорошо, сняли и сняли, да, то есть, один возможный вариант – это снятие противоречия. А второй противоречие остается. И что же нам с ним делать? И зачем, собственно говоря, нужно было так нас долго крутить и вертеть, да, чтобы мы, собственно говоря, снова пришли, вернулись к тому же самому противоречию? Ну, давайте посмотрим последний, да, то есть, я скажу сейчас про такого рода фигуры в Талмуде, а пока давайте все-таки еще маленький кусочек прочитаем. И Мара приводит еще одно объяснение, пытаясь увязать слова Рабеля Зара с барайты. А Мара фаши, То есть, в нашей барайте, да, вот во второй барайте, там сказано, что он считает по очереди, да, то есть, первый динар, второй динар, третий динар, и именно такого рода передача денег отличается от того, что имел в виду Рабеля Зар. Рабеля Зар что имел в виду? Рабеля Зар имел в виду следующее. Он говорит, как я уже сказал, да, вот этой сотне будешь ты мне посвящена, дает один динар из этой сотни, а дальше как эта сотня будет передана, не имеет значения. То есть, по сути дела, вот это второе объяснение, оно сводится к чему? Первое объяснение, первый вариант решения противоречия, он состоял в том, что все зависит от того, сделка осуществляется за счет абстрактной цены сотни или за счет конкретных предметов, да, то есть предмет является в каком-то смысле инструментом кедушин или абстрактная цена является этим самым средством кедушин. У Рабеля Зара абстрактная цена, а если человек говорит бэмане зо, то есть когда он говорит просто сотни, то имеется в виду абстрактная цена, а когда он говорит этой сотни, имеется в виду предмет. И мы попытались, то есть Талмуд пытался, путая нас, да, сначала предложить такого рода решение, такого рода решение, такого рода решение подвисло. А теперь нам предлагают другой тип решения. Этот другой тип решения уже обращает внимание не на противопоставление абстрактной цены и предмета или конкретных вещей, да, которые сотни из себя тоже представляют, да, конкретную вещь, а на противопоставлении способов. То есть способ передачи, он как бы является последовательным или, хочется сказать параллельным, да, не параллельным, либо последовательная передача, либо передача в каком смысле общая, да, то есть арабилизар говорит, вот сотни будешь мне? Она говорит, да, сотни будут. Все нормально, как она будет передана, не имеет значения. А в Барайте там передача происходит последовательная. Он считает и передает раз, два, три. И когда он таким образом передает ей, да, то говорится, что она их видит, это Раша говорит, да, датой Акули, и она намерена получить их все. То есть она смотрит на вот эту самую выплату и ждет, когда этот счет закончится. Именно потому что он начал считать, потому что он начал последовательную передачу. Тем самым он вызвал у нее в каком-то смысле, да, а ее вот это мнение, ее дат, датыша, она играет во время Кедушин серьезное значение. Вы помните наш длинный разговор с Марком, который пытался нам как-то указать на то, что женщину тут покупают и так далее. Ну, здесь это не совсем так. Мнение женщины, здесь придается мнению женщины большое значение. И в том числе придается значение тому, как она воспринимает это. То есть, коль скоро он начал отсчитывать, то женщина воспринимает это как процесс, который должен быть закончен. Пока он не закончен, она в каком-то смысле не выразила своего согласия. А если человек говорит ей просто, ну, вот за сотню нормально, будет у нас Кедушин, она говорит, да, хорошо. То есть, она не ждет от него сейчас, этой сотни, она понимает, что эта сотня каким-то образом окажется у нее, она не следит за самим процессом. И тогда, как говорил Раби Лазар, этот самый Кедушин осуществляется. Ну, вроде бы мы разобрались, правда? То есть, более-менее картина ясна. То есть, первое противопоставление между абстрактным и конкретным, второе – между самим процессом передачи. Ну, и теперь Талмуд как бы проясняет мелкие детали той барайты, которая была упомянута с вот этим самым медным динаром и динаром, который не годится. Это как бы такие в скобках прояснения, прояснения той барайты, которая была упомянута. Часто в Талмуде это иногда вводится таким понятием, как гуфа. То есть, переходим к телу или к делу. Переходим вот к самому тому фрагменту, который был затронут. Здесь этого нет, вот этого термина, но, по сути, происходит примерно то же самое. Да, ну и я хотел сказать по поводу, собственно говоря, самой вот этой фигуры. Да, фигуры такой вот путаницы, которую нас Талмуд погружает, да, вот в эти качели. Вот так, а может быть не так, а может быть эдак. Вторая часть, может нет, может первая и так далее. И все остается подвешенным. То есть, вот такого рода качели, они для Талмуда характерны тогда, когда проясняемый вопрос, да, он является, собственно говоря, тем, что должно быть чем-то дополнено. Вот, собственно говоря, это дополнение сейчас у нас и было введено, да, то есть, по сути дела, мы говорили о определенном векторе, да, решения проблемы, которые возникли, и, собственно говоря, о тех концептах, да, которые за этим стоят, а именно абстрактная цена или конкретная вещь, а потом перешли на рельсы другого, да, объяснения, объяснения процесса передачи как такового, что же, собственно говоря, является более важным, более важным является противопоставление первого рода или противопоставление второго рода. Именно потому, что противопоставление первого рода оказывается неисчерпывающим, именно поэтому возникает вот такого рода, ну, назовем ее рябь, да, или неопределенность какая-то, которую, собственно говоря, Талмуд в каком смысле сам провоцирует. Ну, не будем сейчас, мы можем было бы сразу перейти в том числе и к метафорике, которая за этим может стоять, но давайте подождем сейчас с метафорикой, разберемся с вот этими мелкими прояснениями, да, которые Талмуд нам предлагает, относительно медного динара или динара, который никуда не годится. Вот про этот самый медный динар, что, собственно, имеется в виду, спрашивает Талмуд, да, как этот понимать случай, нормальный перевод, как понимать случай с медным динаром. Если она знала, что это медный динара, она видела, как бы, да, что это медный, и она взяла, значит, тем самым она согласилась и приняла. Зачем нам тогда говорят, что если оказался один медный, то, значит, это не годится и так далее. Вы видите, опять снова примерно тот же вопрос, о котором я говорил, а почему бы не спросить ее, да, то есть можно бы сказать, а давайте спросим женщину, она типа согласилась или нет, если там есть один динар. Ну нет, Талмуд рассуждает, как бы предпочитает рассуждать в общем плане, а не основываясь на субъективности, которая, естественно, что в каждом случае будет разной. То есть получается, что у нас есть некое решение, как бы за вот этих самых субъектов того или иного процесса. Так вот, значит, что значит, что там оказался вот этот самый один медный динар? Значит, если она видела и приняла, то нормально, тогда почему же это Никитушин? И Гемара отвечает, то есть нет, это важно было упомянуть про этот динар. Почему? Потому что он дал эти монеты ей ночью. И она типа не разглядела, что один динар не серебренный. А можно также объяснить и по-другому. Или что она просто не заметила. То есть нашла, давал по одному, она не заметила, что один из них медный. И потом это обнаружилось. Это немножко странно. То есть вообще-то говоря, нам же... То есть что нам там сейчас объяснили? Вообще-то говоря, изначально как бы могли бы сказать, да все здесь понятно. Человек сказал, вот тебе сотня, за эту сотню ты мне посвящена. И вот он начинает отсчитывать, и какой-то из этих динаров, он медный. Ну, понятно, что она не макудышит, потому что это не та сумма, которую он предлагал. Вроде бы по умолчанию эта сумма должна была состоять из ста серебряных динаров, а один из них оказался медный, значит, сумма не та. Но здесь у нас ведь мы возвращаемся вот к тому самому противопоставлению, противопоставлению вещи и абстрактной суммы. То есть вопрос стоимости, здесь важен, абстрактной стоимости или конкретных предметов. Если он ей говорил, вот сотня, с помощью которой я тебя посвящаю. Там этих 100 динаров, 100, ну, один медный, но в целом-то это 100, то есть если это вещь, вот он эту вещь и передает, и нормально. Значит, объяснение через стоимость не годится, вот поэтому, собственно говоря, Талмут сейчас нам и говорит про то, что она увидела, то есть если она видела и получила, то все нормально, потому что это и была вот та самая сотня. И в итоге приходится говорить о чем? Приходится говорить о том, что она не до конца видела или не до конца распознала, и в принципе полагала, что все-таки это будет 100 серебряных динаров. Вещь, заметим, вещь не стоимость, а вещь будет состоять из 100 серебряных динаров. И тогда, если, значит, один из них оказался в каком-то смысле не тем, то она ломек удешит, потому что ее согласие было, согласие основанное на распознании этой вещи как состоящей из 100 серебряных динаров. У нас есть еще ущербный динар, а с ущербным динаром там совершенно иная ситуация, правда? Динар, который является медным и по стоимости как раз уступает серебряным, а динар, который ущербный, он серебрян. И в этом смысле мы могли бы сказать то же самое. Вот он и говорит, вот сотня динаров будет мне посвящена, если это вещь, опять же, вот она перечисления, вот она все видит. Здесь должно быть то же самое, что и с медным, по идее. Но разница ведь есть, в самой Барайте есть разница, поэтому Толмог проясняет. Гай динар, ра гейхидами, вот этот самый плохой динар, ущербный, как его понимать, и динар, если это динар, который не принимают на рынке, то это тот же самый случай, медного динара, и значит, женщина не посвящена. Тогда почему же Барайте говорит, что она посвящена? И на это динара отвечает, то есть это случай, когда ущербный динар, он ущербный, но в принципе, он такой, что можно его, конечно, поменять, то есть это доллар, который как бы не в каждом обменнике поменяют, но можно найти обменник, где его тоже поменяют, в принципе, примут его, как серебряный динар, то есть это его ущерб оказывается нерешающим, то есть он точно не в целом является ошибкой, не ошибка, которая допустила женщина, не увидев, или мужчина, положив туда этот самый медный динар, а это ошибка другого рода, где этот самый ущербный динар оказывается слегка, поврежденный. Вот Илья говорит, интересно, что деньги оказываются в костерме антропоморфные, если смотреть на них, как на общность, которая должна быть однородной и хорошей по составу. Но я бы не сказал, что они антропоморфные, то есть они скорее, как я сказал, они приравниваются к вещи, то есть вот в этом перечислении, это перечисление, это же, собственно говоря, вся вот эта история, которую мы сейчас прочитали, и она действительно, ну и до этого мы это читали, то есть это, по сути дела, вот это противопоставление, имеется в виду вещь или имеется в виду абстрактная стоимость, то есть абстрактная сумма. Почему, собственно говоря, вообще, когда речь заходит про деньги, талмуд переходит на вот этот разговор о противопоставлении вещей и абстрактной стоимости, это мы видели и в прошлый раз, то есть в прошлой суде, я тоже там это было, потому что, как я уже говорил, у нас самое сложное с точки зрения метафорики понимания кедушин, это как раз деньги, потому что, если говорить о, мы сегодня, может быть, даже дочитаем уже до конца вот эту историю с деньгами и перейдем в документы, документ легко понять метафорически, это, например, Тора, да, вот Бог приобретает себе народ с помощью этого документа, или половой акт тоже понятен, да, собственно, само обрывание Тора описывается именно таким образом, а вот деньги нет, да, то есть, а если говорить о передаче чего-то, передаче какой-то вещи, например, да, а не стоимости, как таковой, не абстрактной, но в каком смысле метафорическое прочтение оказывается более простым, я могу говорить о том, что Бог что-то передает народу Израиля из-за того, что народ Израиля получает некий, дар, например, землю Израиля, он оказывается посвящен Богу как женщину-мужчину, а если я говорю про абстрактную стоимость, то здесь сложнее, да, то есть, что имеется в виду, да. Да, Илья. Возможно, меня мысль просто не туда увела, но внутри такое ощущение неких параллелей с Миньяном, когда мы обсуждали, каким он должен быть по составу, и другие виды кворумов, может ли раб, может ли женщина, может ли еврейский или не еврейский раб, и так далее. И здесь просто звучит так же, может быть, только форма такая же, но мысль родилась такая шальная, что если совсем под другим углом посмотреть на эти деньги, то они тоже являются некими... То есть, может быть, с притянутой вы скажете, что это вообще не то вело, то есть тоже как условно народ, который должен для того, чтобы реализовать проект, ну, в данном случае Кедушин, он должен быть весь в этом проекте. Нет, нет, здесь я думаю, что нет, это действительно мысль, которая скорее выводит в сторону, потому что здесь, собственно говоря, речь идет о средстве определенно, то есть это механизм, собственно говоря, самой связи, то есть у нас есть два субъекта, и субъект это что у нас, ну, мужчина и женщина, там, Бог, народ Израиля, народ Израиля, Тора, то есть у нас могут быть разные субъекты, но передача чего-то, то есть средства, с помощью которого эти субъекты связываются, и с помощью которого осуществляется, это не может носить субъективность, то есть это должен быть объект, а не субъект, поскольку речь идет о соединении двух субъектов или о взаимоотношении субъектов, поэтому через что это осуществляется, но как бы предполагает некую объектность того средства, с помощью которого это осуществляется, поэтому такая ассоциация, она, мне кажется, уводит. Ну, хорошо, и, собственно говоря, на этом у нас вот это тоже маленькая судья, маленькая судья противопоставления, пересчета и заявления о сумме, или, как мы поняли, процесса передачи, разного типа процесса передачи, на этом вроде бы заканчивается, и гемера переходит к другому, другой судье, которая говорит уже немножко о другом аспекте, собственно говоря, вот этого освящения с помощью денег. То есть пока что все то же самое, да, то есть будет посвящена мне с помощью сотни. И вместо этой сотни он дает ей залог. То есть он говорит ей, что будь моей женой, то есть или будет посвящена мне, более правильно, да, будет посвящена мне с помощью сотни, она, предположим, говорит, окей, хорошо, и он, а у него сотни нет, он дает ей залог. Что это может быть? Перстень, да, или, не знаю, посох, или овечка, которую он ей предлагает вместо этого в качестве залога. Что типа я эту сотню тебе дам, пока что вот на тебе залог. И возникает вопрос, является ли она в этом случае посвящена ему или нет. То есть произошла ли передача, то есть сам этот процесс, процесс передачи денег, он должен быть каким? Деньги должны быть переданы и приняты. Он должен передать, она должна принять. Вот вопрос, есть ли здесь, собственно говоря, такого рода акт или нет, поскольку здесь происходит некое замещение. Он замещает то, что он должен ей дать чем-то другим, с обещанием, что он то, что ей нужно, в какой-то момент даст. Ну, мы видим, что мнение Равы, со слов Равнахмана, такое, что она не накудышит. То есть это не годится. То есть такого рода замена не годится. Мане – энкан, машкон – энкан. То есть на самом деле здесь нет ни сотни, и нет залога. То есть почему нет залога? Потому что залог непонятно о чем. То есть если я даю залог и в принципе говорю о том, что вот я у тебя беру взаимные деньги, вот я залог оставляю, то тогда здесь есть определенного рода обмен. Вот человек дал мне деньги, а я ему дал залог, что я верну. То есть тот же самый перст, не знаю, что заложил. А здесь, поскольку этой сотни вообще нет нигде, он ей говорит, что я как бы я тебе должен. То есть я беру у тебя взаимы. Если он говорит, что я беру у тебя взаимосотню, то процесс совершенно другой. Он же должен ей дать, а не она ему должна дать. А он говорит, что я тебе должен. То есть получается, что она ему дает теперь сотню. Ну, именно поэтому Талмуд говорит, ну, Талмуд или Анахман говорит, что по сути дела здесь нет этой самой сотни, нет никакого залога, потому что, собственно говоря, произошло не то, что должно было произойти, не передача от него ей, а что-то противоположное. То есть в этом смысле получается, что освещение женщины не вполне сопоставимо, а это у нас уже было, помните, да, и качили бы молодые, помните, с помощью суды, да, то есть если вам что-то суждают, то есть суда или залог, то есть некая замена, которая работает в некоторых имущественных сделках, в планике души не работает, а также как молодой налогой, то есть не работал, а также и вот этот самый Машко, он тоже не работает. Ну, Гемара находит некую сложность, да, в отношении вот этих самых слов. Эйти вы, рава ли равнахма. Китша бэмашко, он мэку дэшит. То есть он находит барайту, который утверждает, что если человек, женщину пытается посвятить себе с помощью Машкона, то она некудэшит. С помощью залога. Какого залога? Где этот залог? У кого он находится, этот залог? Это вопрос, да, то есть неизвестно, у кого это находится залог. То есть в первом случае у нас что было? он предлагает ей залог, который будет залогом того, что он даст ей этот самый Мане, то есть сотню, с помощью которой он ее посвятит. А в этой барайте, где говорится, что можно с помощью залога посвятить, то непонятно, залог, где он находится. Ну и, собственно, Емара снимает противоречие именно таким образом. То есть там речь идет про Машкон, который принадлежит другим людям и в согласии с мнением Рабийцкак, это Емара Рабийцкак. Сейчас мы это посмотрим как бы фрагмент на Писание, но Рабийцкак говорит, что Рабийцкак говорит, что откуда мы знаем, что должник может, собственно говоря, должник, а кредитор, то есть кредитор может приобрести залог. Хотя это, казалось бы, совершенно очевидно, то есть понятно, что если тот, кто оставил этот самый Машкон, не возвращает деньги, то, естественно, что Машкон становится вот этого человека, как он продал деньги взаимы, то есть для этого не нужно, собственно, наверное, какие-то стихи приводить, это вроде бы само по себе очень ясно. И тем не менее, тем не менее, Рабийцкак приводит некий стих, сейчас мы посмотрим контекст этого стиха, то, что человек, который как бы имеет право на чей-то долг, может приобрести залог, здесь как бы Раша комментирует, как, то есть до выплата долга залог принадлежит к ретидору. Что это значит? Это значит, что на тот момент, да, вот человек занял деньги, да, и оставил свое кольцо в залог. Естественно, возникает вопрос на то время, пока он не вернул долг, чье кольцо. Кольцо принадлежит ему, и тот, кому он его оставил, просто его содержит, ну, как хранитель там, или что-то в этом роде, или на это время, собственно говоря, так сказать, балут, то есть владение, да, меняется, владелец меняется. То есть он дал залог, и на этот момент тот, у кого находится залог, то есть кредитор, он является хозяином этого залога. Ну, давайте мы посмотрим там контекст стиха, который здесь приводится. Значит, это Дворим 24, 13. Я надеюсь, что вы вооружены либо печатной, либо электронной версией. Значит, я в очередной раз напоминаю, что обращение к контексту, оно очень важно, потому что, когда в Талмуде, вообще мудрецы Талмуда цитируют какой-то стих, то они, как правило, имеют в виду весь контекст, а не только ту строчку, которая цитируется. Ну, в частности, у нас вообще 24 глава, она начинается со слов, если кто возьмет жену и станет ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он нашел в ней что-нибудь постыдное, то есть это муциши мра. Он напишет ей разводное письмо, нет, это не муциши мра, это, собственно говоря, развод, да, вот нашел здесь что-то в ней постыдное, и он напишет ей разводное письмо, даст ей в руку, отпустит ее из дома своего. Она выйдет из дома, пойдет и выйдет за другого мужа и так далее. Это начало вот этой 24 главы. 13 стих говорит уже о других законах, но эти законы, как мы видим, они следуют один за другим, да, то есть после развода говорится о том, что если кто взял вину недавно, пусть не идет в войско, дальше говорится, если найдется человек, который украл кого-либо из братьев своих и проботил его, и продал его, то умрет ворсей, еще один закон, да, который следует уже после вот закона о женитьбе, дальше о проказе, и дальше о суде как раз. Если ты сужаешь ближнего от его чем-то, то не входи в дом его, чтобы взять у него залог. На улице постой, а тот, которого ты сужаешь, вынесет тебе залог твой на улицу. А если он человек бедный, то ты не ложись спать с залогом его. Возвратить должен ты ему залог, по заходе солнца, чтобы он лег спать в одежде своей. И благословит он тебя, а тебе зачтется это праведностью. Вот это как раз и есть вот стих, который цитируется. Влыха тиет здака. Перед Господом твоим, и так далее. Но поскольку здесь говорится о том, влыха тиет здака, то рабица делает вывод о чем? Что здаку может дать кто? Тот, кто владеет какой-то вещью. То есть я сдаю здаку, я же не могу дать что-то не свое. Если этот залог мне не принадлежит, то тогда, собственно говоря, ни о какой-то здаке не может идти речи. А раз речь идет о здаке, то значит, этот предмет принадлежит в тот момент, когда этот самый человек возвращает залог бедняку. значит, он, если залогом является одежда, то есть эта одежда, она как бы принадлежала кредитору, и он совершает здаку, отдает ее тому, кто в ней нуждается, то есть тому, кто ее сдал им в качестве залога. То есть таким образом здесь толкуется вот этот стих, и так, собственно говоря, раби Ицхак это толкует. Ну, хорошо. Значит, это мы поняли. И что? Ну, и Талмуд сам нам это объясняет. И мы и ногуны здака минаем. Если он не приобретает, то откуда будет здака? Отсюда ясно, что тот, кто как бы обладатель долга, кредитор, он приобретает мошком. И что? Что это нам дает? Ну, как пишут наши, поэтому акт возврата залога беднякуна, одну ночь засчитывается кредитору, как здака, ведь кредитор отдает ему свою вещь. То есть это то, что он имеет. И если так, то тогда действительно мужчина, который освещает женщину с помощью залога, какого залога? Теперь мы понимаем из контекста, мы понимаем это, хотя это совершенно не очевидно было. Но теперь мы понимаем, что речь идет о том, что у него есть какой-то залог. То есть он является сам кредитором, кто-то ему оставил какой-то залог, предположим, кольцо. И он с помощью этого кольца, которое вроде бы на самом деле принадлежит другому, он же должен отдать. Если человек, который придет к нему свой залог выкупать, отдавать ему долг, он должен будет вернуть это самое кольцо. Так вот, говорится о том, что с помощью такого Машкона, так теперь мы понимаем это, с помощью такого залога можно осуществить кедушин. Что, конечно, немного странно. Вот я осуществил кедушин, у меня кольцо, я кредитор, а мне, значит, кто-то должен на те же самые 100 динаров. Ну, оставил залог к кольцу. Я, значит, с помощью этого кольца посвящаю женщину, да, передаю ей это кольцо. Приходит этот самый должник и говорит, вот тебе сотня, отдавай моё кольцо. Что происходит? Значит, я должен у этой женщины забрать, передать ей сотню или что-то. То есть начинается целый ряд проблем, да. Но с точки зрения арабийского эта вещь в тот момент, когда происходит этот самый кедушин, независимо от того, что будет в дальнейшем. В дальнейшем, может быть, придётся отдать кольцо, заменить его на что-то и так далее. Но в тот момент, когда осуществляет этот кедушин, значит, всё нормально. Тогда я спрошу, а почему же перед этим нельзя было, когда он ей вверяет наш кон? Ну, этот механизм я уже тоже объяснил. То есть если он ей говорит, вот тебе кольцо, и оно будет залогом, что я тебе отдам, тогда кедушин не происходит, потому что, по сути дела, она им даёт что-то, а не он ей, и этого нет. А здесь, получается, что в рётке он что-то, что-то ей даёт. И вот Гемара в качестве иллюстрации или в качестве дополнения приводит историю, которая как бы каким-то образом с этим связана. А именно история такая. И у них не было, на самом деле денег с собой, и они оставили насха, то есть насха, это типа слиток, здесь переводится слиток серебра, ну, нормальный перевод, так, наверное, можно это перевести. То есть они оставили слиток серебра в качестве залога. Лисов, айкаранта, и так случилось, что рабыня подорожала, ну, за то время, пока они, значит, искали деньги, с помощью которых они должны их обходили за деньгами. И возникла проблема, потому что, если считается, что они купили рабыню слитком серебра, то не надо доплачивать. Но если она им всё ещё не принадлежит, то продавец имеет право отменить эту самую, эту продажу. Ну, то есть этот залог, который они оставили, он является тем, с помощью чего они её уже купили, ну, это подорожало, подорожало, неважно, да, то есть или, и они отдают, надо иметь в виду, да, что они отдают какую сумму? Ту самую сумму, за которую они купили, да, то есть, скажем, они купили за, там, не знаю, 10 прутов. Вот эти 10 прутов они отдают слиток, они забирают себе, отдают 10 прутов и так далее. Или этот самый хозяин рабыни, он может возмутиться и сказать, что вы не купили, вы оставили залог, а за это время она подорожала, теперь это не 10 прутов, а 15. Тогда они должны дать 15 прутов, или, ну, или он просто отдаёт им этот слиток серебра и до свидания. то есть, она, как бы вопрос, когда здесь говорится, что она, её купили слитком серебра, имеется в виду не то, что слиток серебра являлся её ценой не за слиток серебра, а то, что был оставлен залог. Вот этот залог, который был оставлен, он является тем средством, с помощью которого они её уже купили, или же нет, то есть, мы видим снова довольно сложную сделку, в которой возникает вопрос, в какой момент, собственно говоря, произошла купля-продажа, то есть, или произошло то, что называется ахлафата-баалут, то есть, смена владельца. Если смена владельца произошла уже в момент залога, нормально, если смена владельца произошла тогда, когда они должны заплатить деньги, то есть, забирая свой слиток, то тогда сделка, она подвешена, она находится в подвешенном состоянии и не завершена. Атули камэй дэраф ами, пришли они на суд, короби ами, амар леу, и он им сказал, приты энкан, насха энкан, и он им сказал примерно то же самое, даже вот теми же самыми словами, что и в первом случае, когда речь заходила о посвящении женщины с помощью того, что сумма заменяется залогом. Он так и сказал, что здесь нет ни этих прутат, то есть, этих денег, и нет никакого слитка. То есть, слиток не играл никакой роли, потому что вы дали продавцу не для покупки этот слиток, а только как залог. То есть, продавец имеет право расторгнуть эту сделку. То есть, так же, как и в случае с посвящением женщины, здесь, собственно говоря, не произошло свершение того акта, который должен произойти, в первом случае, кедушин, а здесь покупка вот этой самой рабыни. Ну, судя по всему, Раша, по крайней мере, пишет, что речь идет про ханаанскую рабыню. В самом Талмаде ничего не сказано, но предположим, что речь идет действительно про ханаанскую рабыню. Я отмечаю этот момент только потому, что, как я уже много раз говорил, нам предстоит перейти. Вторая мишна будет как раз говорить о рабах евреях и рабынях еврейских, а третья мишна будет говорить о, я сказал, глава не глава, мишна, мишна первой главы. У нас речь идет в первой мишне о женщине, во второй мишне речь идет о рабах и рабынях евреях, и в третьей о рабах и рабынях не евреях. И вот эта тематика, тематика первой главы, как я уже тоже раз говорил, она связывает по сути дела воедино вот эти различные, на первый взгляд совершенно различные сделки, то есть если под кедушин тоже рассматривают кедушин как сделку или на языке мишне это звучит как приобретение, вот эти различные приобретения, они являются как бы целым по трактатам таким в первой главе приобретается женщина, приобретается раб, приобретается скот, приобретается движимое имущество, недвижимое имущество, храмовое имущество, то есть вот эти все приобретения, они связываются в единую цепочку и мы с вами когда Мишну разбирали эту, говорили о том, что по сути дела речь идет о самом деле различных аспектах взаимоотношений на метафорическом уровне между Богом и народом Израиля и поэтому собственно говоря такая цепочка и возникает на первый взгляд парадоксальная. Поэтому каждый раз когда Талмуд обращается к вот этим параллелям как бы да, вот здесь у нас собственно говоря запараллеливается что освящение женщины и приобретение рабыни вроде бы разные вещи совершенно но тем не менее и там и там несмотря на различия механизм там как я сказал механизм пробуксовывая почему пробуксовывая потому что нет никакой передачи но как это ни странно и в приобретении рабыни тоже нам говорит Раф Ами что нет никакой передачи нет передачи денег от покупателя продавцу а что есть а есть некое подвешивание они оставляют залог залог это не то чтобы они конечно могли бы купить эту рабыню слитком серебра но они не хотели просто слиток серебра гораздо дороже чем стоимость этой рабыни они оставили это как залог и оказалось что вся эта сделка не состоялась она подвешена то есть она подвешена до того момента пока не произойдет вот эта самая передача денег и соответственно и параллельно этому с кедушин примерно то же самое если тот кто некадыш свящает женщину оставляет некий залог а не конкретно передает определенного рода сумму то тоже этот акт остается незаконченным он остается подвешенным и никакого кедушин нет и ну следующий фрагментик наверное мы сейчас не будем его начинать то есть я думал что может быть мы сегодня успеем закончить нам осталось совсем немножко до завершения собственно говоря вот этого блока который говорит о посвящении женщинам с помощью денег ну и мы видим разработку самых разных аспектов как бы этой передачи то есть как эта передача совершается каков механизм который здесь работает что должно быть передано должно ли это передаваемое осознаваться двумя сторонами одинаково да или не одинаково каким-то образом да женщина должна так понимать так воспринимать мы видели что ее мнение здесь чрезвычайно важно но чем оно состоит каждый раз оговаривается отдельно и нам осталось совсем немного еще несколько моментов которые проясняют румов и наверное в следующий раз мы уже точно это закончим перейдем к механизмам освещения или посвящения женщины с помощью документов что будет в каком смысле проще но там будут свои свои будут проблемы так что мы сейчас остановимся на этом если у вас есть вопросы пожалуйста да локальный вопрос про то что их двое было в нашем последнем фрагменте не создает ли это проблему или будет ли это дальше обсуждаться то есть кто-то из них хочет ее взять в жены как они между собой будут решать неизвестно хочешь ли кто-то взять в жены может быть именно поэтому Раша пишет что это хананейская рабыня то есть тогда совершенно не обязательно что-то ее хочет взять в жены возможно они будут ее использовать день один день другой она будет одного убирать кухню другого то есть дальше это не будет проясняться действительно сам случай он мог бы быть сформулирован более просто когда один человек почему именно двое непонятно у меня нет ответа на вопрос почему двое в данном случае но дальше это не обсуждается у меня такой вопрос если можно скажите вот всем в той теме о которой вы сегодня рассказывали также есть какая-то символика между Всевышним и народом Израиля или это как бы уже не связано ну как я уже говорил да то есть сама по себе вот эта метафорика она присутствует и под текстом можно ли в каждом конкретном случае это четко сформулировать это отдельный вопрос да то есть ну в данном случае если мы например говорим о давайте возьмем вот эти абстрактные то что мы поняли да то есть само сам этот акт он осуществляется если он на самом деле является не разовым действием то есть разовое действие опс и все предположим а есть растянутое действие это растянутое действие оно связано с неким даванием да то есть оно может быть вот это дал потом вот это дал потом вот это дал В какой момент народ является принадлежащим Богу? В тот момент, когда осуществляется первое давание, или тогда, когда все будет закончено, то есть этот процесс будет закончен. Что под этими даваниями можно подразумевать? Под этими даваниями, например, я сейчас фантазирую, это может работать, а может не работать. Под этими даваниями мы можем понимать, например, обещание Аврааму земли. То есть уже народ освящен или еще нет. Или, например, исход из Египта, то есть обещание земли обетованной. То есть в тот момент, когда они входят, тогда только, собственно говоря, народ является уже посвященным, окончательно посвященным. А до этого, в принципе, все возможно. Это как бы один из вариантов. Это если мы говорим о последовательности, либо некой одноразовой вещи. То есть обещано что-то, и все. И уже дальше не имеет значения. Или же на самом деле есть этапы этого самого посвящения. Если мы говорим о противопоставлении, например, ценности и какой-то конкретной предметности, то здесь то же самое. Можно фантазировать о чем? Что в принципе сама по себе избранность, она может быть абстрактной. То есть обещание чего? Она может быть обещание, не знаю, девулы. Этого достаточно. Это абстрактная вещь, ее еще никакой нет. Я пощупать ее не могу. Или же речь идет, само это посвящение, оно должно выражаться в какой-то объектности. Какая объектность? То есть опять же, то, что у нас в сломатических источниках обсуждается. Например, Шаббат подарил Шаббат. Шаббат – это абстрактная вещь или конкретная вещь. Или земля Израиля. Земля Израиля вроде конкретная вещь. Вот такого рода ассоциации. Они могут здесь возникнуть как метафорическая интерпретация того, что происходит. Но можно думать дальше. То есть я сейчас накидал как бы как вариант. Я подумал, что может быть, но это получается все наоборот. Я подумал, что если 613 этапов, и вот отсчитывается, когда в конце концов народ и будет ваня. Но это уже другое. Это не жених отсчитывает. Получается невеста, но раз невеста, может быть… Нет, здесь, как я уже говорил, у нас же сложность. Ну да. То, что называется три сосны. Но в этих трех соснах очень легко заблудиться, потому что сама метафорика, она подразумевает несколько вещей. У нас есть мужчина и женщина – это Бог и народ Израиля. Это одна пара. У нас есть другая пара – народ Израиля и Тора. Тора – женщина, народ Израиля – мужчина. То есть, я могу и в другую сторону. Земля Израиля тоже женский, как бы, так сказать, женскую ипостась, а народ Израиля – мужскую. С другой стороны, если жених представляет такое, значит, он Всевышний, то понятно, что женщина сама, как бы, ну, Израиль заинтересован в том, чтобы он был Всевышний. Это неизвестно, это как раз не очень ясно, заинтересованная. Не ясно. Не очевидно, не очевидно, она заинтересована. Ну, он спас и так далее, и все, и вы из Рапсона. Более того, можно сказать, что в какие-то моменты заинтересованы, в какие-то не заинтересованы. Но у нас же еще сложность с тем, что, поскольку, вроде бы, эти отношения должны быть вечными, мы там в самом начале говорили, да, они, в общем, земные отношения, они не вечны. Вот эта невечность, которая проникает в вечность, она, собственно говоря, является, как мне, по крайней мере, кажется, она является метафорой чего? Метафорой различных, скажем так, восприятий, да, различных восприятий. Бог, в общем-то, не меняется, как бы, да, изначально, с точки зрения теологической. Но с точки зрения восприятия народом он меняется, да, и тогда получается, что есть разные, разные этапы, разные этапы этих взаимоотношений. А сам Брид, то есть, когда народ из Рада говорит, что вот все, что сказал Всевышний, будем слушать и исполнять, и так далее, то есть он дает какие-то заповеди, все, и, значит, вот оно все, это исполнение, это некий процесс, похоже на счет какой-то, да, когда они научатся, когда они будут, когда они все это, и когда это будет сумма такая, которая соответствует тому, чтобы Всевышний народ Израиля могли соединиться, да? Ну, не знаю, может быть, можно в эту сторону тоже подумать. Мне так с первого взгляда кажется, что это не совсем туда, хотя, ну, может быть. Ну, хорошо, спасибо. Ну, хорошо, значит, мы прощаемся до следующего вторника, да, всем счастливо. До свидания. До свидания. Спасибо. Тадай, раба. Окей. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok